В течение пяти дней в селе Хашта ведутся работы по замене старых, находящихся в аварийном состоянии, опор линии электропередач. Проезжая по проселочным дорогам, где проводятся работы, можно увидеть наклонившиеся электрические столбы, под которыми даже страшно проходить, так как невооруженным глазом заметно, что они находятся в аварийном состоянии. Глава администрации села Хашта Виталий Сорокин, по инициативе которого были начаты работы, отметил, что данная магистраль была самой ужасной, старым столбам по 20 лет и при плохих погодных условиях свет постоянно отмечался, а трансформатор почти каждый месяц выходил из строя. Поэтому Виталием Сорокином было принято решение как можно скорее устранить эту проблему. Содействие в этом вопросе оказались сельчане и работники галтского филиала Рубчерноморэнерго. «Эта улица у нас самая кошмарная в энергооснащении. Тут уже 20 лет стоят вот эти верховые столбы, так скажем. И я людям обещал уже года три, как раз три года назад первый раз пообещал, что сделаю. Но пришло время. Удалось это отремонтировать почти километр, даже не километр, 900 метров. 18 столбов у нас ушло на это. И вот своими силами выдергиваем, где можно, где брошенные магистрали. В сельхозферме была заброшенная магистраль. Мы это все использовали. И вот хоть на километре всего 10 человек живет, но все-таки людям пообещали, сделали. Так что, свои слова держим». Средств на приобретение новых столбов не было, поэтому пришлось брать столбы с заброшенных магистралей. Таким образом, общими усилиями за короткое время удалось установить 18 железобетонных опор на расстоянии 900 метров. Скоро перебой с электроснабжением прекратятся, и жители села не будут испытывать неудобства из-за перебоев подачи электричества. По словам Сорокина, в селе еще остаются ветхие линии электропередач, которые нуждаются в реконструкции. И работа в этом направлении будет осуществляться поэтапно, по мере изыскания необходимых ресурсов. Сельчане положительно отзываются о главе села. По их словам, он всячески старается помочь в решении многих вопросов, отметил местный житель Гоча Гуксанье. Ника Гачава, Илона Микава, Паристацию Агал-ТВ.